Красная дорожка, объективы фото и видеокамер, микрофоны. Тот случай, когда для телевизионщиков это не рабочие будни, а особый праздник, национальный конкурс профессионального мастерства. По дороге к телевершине 2022 команда телерадиокомпании «Брест». Переполняемся различными ожиданиями, ожиданиями сверх эмоций каких-то, ну, естественно, сверхрезультаты нашей телерадиокомпании «Брест». В этом сезоне на конкурс поступило 224 заявки. Из них от региональных СМИ, в числе которых и телерадиокомпания «Брест», более сотни. Мало того, что мы готовились к этому мероприятию, мы еще работали, плодотворно работали несколько лет для того, чтобы привезти сюда достойный материал, достойные вещи. У нас очень большие ожидания, и мы уверены, что не вернемся без награды. Победа в телевершине – это всегда большая интрига. О победителях пока знает только жюри. Участникам остается гадать, кому покорится телевизионный «Олимп». Нужно провести рукой, чтобы получить предсказание на вечер. На вечер. Я тоже могу. Конечно. Время гармонии в семье и с окружающим миром. Ну, по-моему, неплохо. Спасибо большое. Попытала счастье режиссер телерадиокомпании «Брест» Карина Феоктистова. Вам предстоит много свержений как в профессиональном плане, так и в домашних делах. Ждем. Телевершина собрала лучших после пятилетнего перерыва. За это время, отмечает глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмант, отечественное телевидение значительно изменилось. Никто, наверное, не будет спорить, что на нашем телевидении появились абсолютно новые лица. Яркие, самобытные. У них есть достаточно яркие проекты, которые в новой нашей белорусской реальности достаточно активно смотрят в интернете. И, как нам показалось, наступило время, когда можно выбрать лучших. Постараться выбрать то лучшее, что было сделано, по мнению жюри, за два последних года. Новые лица и заслуженные мэтры телеиндустрии. Все одинаково волнуются и с нетерпением ждут объявления победителей. Старт «Телевершины-2022» с номинации «Лучший региональный телевизионный проект». В числе претендентов и телерадиокомпания «Брест» заветный конверт вскрыт. В номинации «Лучший региональный телевизионный проект» победил проект «Брестская крепость». Целерадиокомпания «Брест». Огромная благодарность моим коллегам. Огромная благодарность отделу спецпроектов. Нас много, мы талантливые и все еще впереди. Всего жюри конкурса определила победителей в 22 номинациях. Награды как персональные, так и коллективные. Определены специальные награды и гран-при. Но для нас самая дорогая – это статуэтка победителя за лучший региональный телевизионный проект «Брестской крепости». Я хотела бы поблагодарить коллектив отдела спецпроектов. Ребята, мы это сделали вновь. У нас снова первое место. Поздравляю, Наталья Лукьянчук. Карина Феоктистова, Павел Прохоров, Руслан Селюк, Василий Полховский, Сергей Матвейчук. Наши любимые и дорогие техники. Всех-всех-всех обнимаем с наградой. Проект действительно хороший. Сценарий отличный. Съемка тоже прекрасная. Тема такая очень актуальная всегда. Поэтому мы догадывались. Но это было, когда именно озвучили, что эта награда все-таки наша. Было такое приятное предвкушение. И то, что результат наших трудов все-таки имеет какой-то материальный и эстетический вид. Такой симпатичной статуэтки. Это, конечно же, не может не радовать. Наши коллеги также удостоены высокой оценки жюри национального телевизионного конкурса в номинациях «Журналист регионального телевидения» и «Репортер». В первой – дипломом лауреата награждена Елена Дамиева. Во второй – в числе лучших репортеров страны Наталья Войтюх. Таким образом, работа брещан высоко оценена в трех номинациях национального телевизионного конкурса. А вместе с ними и всего трудового коллектива – телерадиокомпании «Брест». У нас прекрасный коллектив, замечательный. Я даже не знаю, кем бы я могла не гордиться в нашем коллективе. Если сегодня говорить о телевершине, практически наша компания привозила самые высокие награды. Поэтому сегодняшняя вершина и ее результат традиционны для нашего коллектива. Я хочу сказать спасибо всем нашим сотрудникам. Я хочу поздравить всех победителей наших сотрудников и тех, кто не победил. Потому что я, как руководитель, очень хорошо знаю, что очень многие наши сотрудники достойны этой награды. Это правда. И я думаю, что у нас еще все впереди. 14-й национальный конкурс «Телевершина» завершен. Теперь телевизионщики возвращаются к рабочим будням. И команда телерадиокомпании «Брест» также возвращается в вихрь телеэфира. Вероника Яковец, Сергей Матвичук, телерадиокомпания «Брест».